Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казани прошла торжественная церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. КФУ приняла министра образования Республики Сингапур. Телеканал «Универ ТВ» высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета посетил экс-продюсер BBC. 27 августа со стадиона «Казань-Арена» раздались громкие аплодисменты, слышны были песни и танцы. Там прошла торжественная церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Главным гостем церемонии стал президент Российской Федерации Владимир Путин. На церемонии закрытия побывала наш корреспондент Анна Гозунова. Вот так ярко, красочно и красиво завершается, пожалуй, главное событие этого года – 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Зрители радуют яркими песнями и танцами известные творческие коллективы и исполнители. 27 августа на стадионе «Казань-Арена» прошла торжественная церемония закрытия, провели которую известные российские ведущие Яна Чурикова и Антон Камолов. Церемония началась с гимна Российской Федерации. Церемонию закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. С приветственным словом он обратился к участникам чемпионата и гостям церемонии. Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты. И оно стало самым крупным и представительным в истории движения. Ярким, незабываемым зрелищем. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город. С древней историей и молодой. Спасибо Татарстану! Спасибо Казани! Напомним, что чемпионат WorldSkills 2019 проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие конкурсанты из 63 стран мира, которые соревновались в 56 компетенциях. Площадкой проведения чемпионата стал международный выставочный центр Казани Экспо. А деревня универсиада КФУ являлась кампусом для проживания участников чемпионата WorldSkills. Казани Экспо. WorldSkills. WorldSkills can help to improve skills, to test your skills and try to see the other country skills and try to improve it. You can know other people from other countries, know their skills, how they train, how to improve their skills, to help you to improve. It was really amazing. I have met a lot of new people. And yeah, it was really cool. Everything. I'm from Switzerland. I was a competitor in beauty therapy. Итогом шестидневных соревнований стала церемония награждения. Более тысячи конкурсантов принимали участие в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Но на сцене только лучшие из лучших. Им вручают золотые, серебряные и бронзовые медали. На сцене Казань-арена вручили награду Альберто Видаля. Франциско Альберт Видаля – один из создателей движения WorldSkills, автора идеи соревнований по профессиональному мастерству. Гран-при чемпионата получила российская участница Анастасия Каменева. Именно она набрала максимальное количество баллов во время чемпионата. Награду вручил президент WorldSkills Саймон Бартли и дочь Альберта Видаля – Палома Видаль. Вручение наград и концертная программа в течение длительного времени проходили под проливным дождем, но это никак не повлияло на ход церемонии. Участники один за другим выходили на сцену за долгожданными наградами, а зрители всячески поддерживали победителей. Дождь стал неким символом завершения крупнейшего мирового чемпионата. На больших экранах был показан видеоролик с яркими моментами прошедших соревнований. А на сцене один за другим выступали известные исполнители. Новую песню «Никто кроме нас» презентовал посол WorldSkills Казань-2019 Ливан Гарози, известный как рэпер Эл Уан, который записал ее специально для церемонии закрытия. На сцене появился и казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген. Он исполнил композицию, посвященную Казани. Следующий 46-й мировой чемпионат WorldSkills будет проходить в 2021 году в Китае в городе Шанхай. Будущая страна-хозяйка мирового чемпионата представила свою страну, выступив с театрализованным номером о культуре и обычаях своей страны. С экранов к зрителям обратился лидер государства, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь. После чего торжественно произошла передача флага WorldSkills делегацией Китая. Завершили вечер певица Лобода и эстрадный певец Филипп Киркоров. Напомним, что более 600 студентов Казанского федерального университета являлись волонтерами WorldSkills. Из-за проведения чемпионата график заселения студентов в общежитии сдвинулся на две недели. К учебе студенты приступят с 16 сентября. В связи с проведением чемпионата в КФУ проходило множество визитов, что способствует укреплению и налаживанию связей. В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казанский федеральный университет в связи на посетил помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В ходе визита ректорка Фульша от Гафуров продемонстрировал готовящийся к открытию научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины. С визита прибыл и министр науки высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков. Ректорка Фульша от Гафуров показал министру несколько объектов Казанского университета. В рамках WorldSkills Казанский федеральный университет также посетили делегации Республики Филиппин, Республики Корея и множественная китайская делегация, которым особенно интересными были места, где учился Владимир Ленин. КФУ принял делегацию Республики Сингапур, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Уганда и многих других. Результатом всех этих встреч стало обсуждение дальнейшего сотрудничества. Анна Глазунова, Ленар Довлетяров, Универньюз. 27 августа с визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация города-государства в Юго-Восточной Азии во главе с министром Онг Екунгом. Подробности смотри в следующем сюжете. В рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019 с визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Республики Сингапур во главе с министром Онг Екунгом. С историей Казанского федерального университета его структурой и приоритетными направлениями развития сингапурских гостей познакомили проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов и проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Софиолин. Во время своего визита в Казанский университет представители Сингапура побывали в трех музеях. Музей истории Казанского университета, зоологическом музее и гербарий имени Эверсмана, а также в этнографическом музее. Система образования Сингапура считается одной из сильнейших в мире, а университеты – одними из лучших высших учебных заведений в Азии. Казанский федеральный университет осуществляет сотрудничество с несколькими научными образовательными центрами Сингапура. Заключены четыре меморандума о взаимопонимании с Сингапурским институтом развития менеджмента, с Глобальным форумом науки и технологий, с компанией Educate Cooperative Limited и с колледжем государственной службы. Также сотрудничество реализуется в рамках деятельности OpenLand маркеры патогенеза с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Экс-продюсер BBC, преподаватель студентов-журналистов в Англии Кевин Бишоп посетил медиа-центр Казанского университета. О том, как это было, смотри далее. Медиа-центр Казанского федерального университета посетил преподаватель журналистики Университета Фалмута и экс-продюсер BBC Лондон Кевин Бишоп. Гости продемонстрировали возможности высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО, а также студенческий телеканал Универ ТВ. Малую студию, где каждый день проходит запись новостей и большую, где создаются программы различного формата. Мне очень нравится, я очень как-то неудовленный, просто мне очень нравится, что вы каждый день выпускаете полетен новости. Мы стараемся это делать раз в неделю. И тот факт, что вы каждый день что-то в эфир, это отлично. В университете Фалмута нет студенческого телеканала, где могли бы практиковаться будущие журналисты. В отличие от Казанского университета. Студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации могут отрабатывать полученные знания на практике уже с первого курса. У нас нет телеканала, у нас есть радио, а теле мы только делаем выпуск новостей раз в неделю. А телеканала у нас нет, просто у нас университет очень маленький и город очень маленький, так что просто у нас нет способности сделать в эфир каждый день, потому что просто у нас нет достаточно людей, чтобы это сделать. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова